Тумсо, веришь ли ты в то, что Путин не предупредил никого из своего окружения, что собирается начать войну? Ведь он единственный, кто пригнал свою яхту в Россию. Ну смотрите, не предупредил никого, такого быть не может. Понятно, что есть какая-то часть путинского окружения, путинских министров, чиновников, которые, разумеется, должны были быть в курсе, без этого нельзя было, в принципе, все это как-то подготовить. То есть, разумеется, какая-то часть его приближенных была в курсе. Но очевидно, что массово российские чиновники разных уровней, они не были осведомлены. Я когда впервые увидел лицо Набиулиной, я понял, что она вообще была не в курсе, что она не была готова к тем санкциям, которые сегодня применил мир в отношении России. Она вообще к этому не готовилась. Она была просто в шоке. Она была настолько озадачена, озабочена тем, что произошло. И те, кто сидели, вот эти все экономисты, они по их лицам видно, насколько они... Ну, я бы применил сейчас слово, не совсем цензурное. Они в шоке, понимаете, они в шоке. Поэтому, разумеется, это истина, что большинство тех, кто должен был быть в курсе для того, чтобы как-то подготовить экономику к этим санкциям, для того, чтобы придумать некую стратегию и тактику борьбы с этими санкциями, выживание под этими санкциями, чтобы вот что-то запланировать, они должны были знать, что это будет происходить. Но они этого не знали. Точно так же, как и большинство в этом мире, российские чиновники не думали, что Путин начнет войну. Но он ее начал. А теперь... Теперь он требует от этих чиновников, чтобы они эффективно противодействовали этим санкциям. А те не могут. Отсюда и поникшие лица. Мы ведь с вами понимаем, что без камер там Путин жестко их кроет. Что там уже люди чуть ли под дулами пистолетов работают, их заставляют что-то придумывать. Это видно по их лицам. Но удастся ли им сейчас как-то противостоять? Я думаю, нет. Это нереально. С таким давлением этого мира Россия еще никогда не сталкивалась. Но больше всего, конечно, печально. Я как чеченец, я как кавказец, я больше всего, конечно же, переживаю за своих соотечественников. И мне очень, конечно, меня беспокоит то, как будут выживать 90% наших народов. Это, так сказать, тот слой, кого у нас называют мискнах. То есть это бедные люди. Это не значит, что они там бездомные, что они нищие. Нет. Но это люди, у которых есть работа, но они работают там за 15 тысяч в месяц, 12 тысяч в месяц, до 20 тысяч рублей в месяц. Большинство у нас так работает. У нас большинство сидит на пенсиях, на пособиях каких-то государственных. Это тоже 12 тысяч в месяц, 10 тысяч в месяц. Они на это живут. У нас большинство людей таксуют. Это тоже в этой где-то категории. До 20 тысяч рублей в месяц люди зарабатывают. Вы представьте, что должны делать эти люди. Вы представляете, насколько на них это сейчас отразится? Насколько им будет тяжело? Вот о чем я сейчас переживаю. Сейчас курс доллара, курс евро взлетел нереально. Эти курсы никогда не вернутся. Даже если сейчас война закончится, всех простят, все будет хорошо, курс никогда обратно не вернется. Никогда не возвращался. Ни разу в истории не было такого кризиса, который бы произошел в России, рубль бы упал, чтобы он потом вернулся на исходные позиции. Такого не было. Он уже не вернется. Это все так и останется. А вот эти люди, которые получали до сих пор, допустим, 12 тысяч, 15 тысяч рублей в месяц и на эту сумму жили, у них было как-то расписано, что они будут столько вот за коммуналку там отдадут, вот столько-то на еду у них отложено, столько-то на лекарства отложено. Что-то там еще умудрялись они откладывать на свою смерть, чтобы их похоронили там достойно. Вот такие люди, представьте, они должны дальше продолжать жить на эту сумму, на эти 15-12 тысяч рублей в месяц. Но покупная способность этих денег, она в два раза уменьшилась. И в ближайшее время люди это ощутят. Уже многие ощущают. То, что олигархи потеряли там свои миллиарды, это мало меня, честно говоря, волнует. Больше всего волнует вот эта категория. Люди бедные, что они будут делать, когда мясо будет стоить 500 рублей за килограмм, 600 рублей за килограмм, как они будут кушать это мясо? Зарплаты не поднимут в ближайшее время. Их доходы, они абсолютно не увеличатся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok